всем привет блендер 281 хотелось бы ответить вам на вопросы по косякам что не так почему все перекручивается куда деваются плечи локти колени почему лицо вытягивается ну словом давайте разбираться по ригу по косякам ролик контрольный в голову разбираемся первый косяк рассмотрим на примере вот персонажа вот это армии мэн и так вы видите что вытянутое лицо откуда идет этот косяк косяк идет именно от весов выбираем кости через shift левая кнопка мыши выбираем персонажа и заходим в рисование весов немножко у меня подтупляет сегодня так что прошу извинения shift левая кнопка мыши выделяем вот эту косточку головную вы видите что краска то красная а лицо вот это вот красного переходит к зеленому и поэтому вот этот зеленый цвет не успевает короче вот эта часть не успевает двигаться вот за этой частью первый способ исправить это это вот f от взять и все это дело закрасить полностью в красный но не залазить на шею потому что на шее тоже шея должна как-то двигаться вот так все это дело добавляем второй способ исправить это это выжить и находим в левелс находим вот эту вкладку боковую и здесь прибавляем уменьшаем вот это вот покраснение вот таким вот образом можно так еще немножко прибавить но еще немножко вот таким способом мы не забываем чтобы шея красная не была иначе она двигаться не будет так это первый косяк здесь вот вы видите что теперь челюсть более менее нормализовалась еще здесь вот подбородок можно подправить вот уже персонаж не так уродлив следующее что можно рассмотреть когда будете делать персонажа делайте пальцы потолще и чуть чуть подлиннее чтобы у вас вот не было вот такого вот гадкого вида вот такого следующее перекрутка кистей вот она идет ломаются кисти сейчас будем тоже это дело все рассматривать я включу другого персонажа кто смоет ролики на канале кому этот персонаж уже знаком так вот на его примере будем разбираться что да как убираю вот это все дело ствол длит смотрим на его косточки заходим теперь выбираем кости заходим по смотр и смотрим как все тут движется джи вы видите что все адекватно вот такая штука прикольно все себя ведет косяки по плечам и локтям откуда исходят проходим теперь в edit mode и смотрим вы видите что локоть вот эта косточка она чуть-чуть стоит ближе к этому к локтю не ровно не в эту сторону вот именно чуть-чуть ориентирована на локоть изогнута поэтому все сгибается к локтю чтобы локоть не терять можно сделать вот такую штуку семерка на нампаде и английская щелчок и вытягиваем с локтя косточку вот так и вытягиваем с плеча косточку е щелчок чтобы ровно они стояли опять же не перекручены когда вы начинаете вытягивать е и вот начинаете открутить чуть в бок уводить перекручивается косточка потом ну бывает что казусы вот именно ровно она должна стоять поэтому лучше используйте mof или transpos заходим теперь в pos mode и давайте посмотрим как ведет себя rig g нормально плечо вы видите что фиксированная все зашибись если удалить вот эту косточку делить бон зайти опять же в pos mode вы видите что вот теперь таким образом все работает вот так но на inverse kinematic установлено влияние именно двух костей если установить три кости вот тут эти вот то получится как g вы видите насколько плечо уходит и при анимации можно все это дело потерять и получится такое безобразие вот для этого можно поставить вот эту косточку смотрим опять же edit вытягиваем е щелчок и вытягиваем эту косточку посмотрите все равно что уходит то уходит рука но плечо в принципе адекватно она его видно где его именно вверх вот вы вы вытягиваете вот таким вот образом и все нормально у вас видно прикольно это вот первый способ второй способ ориентировать вот эту inverse kinematic на вот эту косточку вытягиваете также с колена косточку привязываете и так сейчас вам покажу посмотрите edit mode тройка на нампаде есть щелчок вытягиваете вот так вот косточку выделяете и и джи так и нажимаете вот эту косточку жмете вот на эту через shift и жмете control p keep offset следом заходите в post mode находите inverse kinematic смотрите как называется косточка допустим она 66 запомнили заходим в настройку и у здесь вот если все это дело подключать настройки берете пипетку нажимаете на вот эту косточку и вставите 66 теперь будет вот эта косточка смотреть на эту кость если вдруг она перекрутится ну где-то вот в таком вот духе то вот вам здесь настройка ставите 90 что enter ну можно еще чуть-чуть и подкрутить так вот в эту сторону вот так вот это получается тут поставим минус 90 enter вот теперь нормально смотрим что происходит g вы видите что вот эта косточка поднимается вот за этой косточкой это будет вперед колено если g вы уходите эту путь бог то увидите что и колено следит за этой костью также можно делать на локтях можно делать даже не знаю кость отводить от от шеи от головы дополнительную от позвонка давайте посмотрим позвонок и детмот выбираем позвоночник тройка на нампаде е щелчок и ровненько с помощью мов вытягиваем косточку я показывал уже это дело на панде и вот теперь вот эту косточку мы можем тоже контролировать настройку делаем вот этой кости слежение вот за этой костью связываем ее с этой косточкой контрол пить кип оффсет смотрим теперь постмот g и вот вы видите что вот этой косточкой вы можете ее регулировать следующий косяк это перекрутка именно кисти давайте разбираться теперь с этим вопросом выбираем косточки и заходим по смот здесь вот на эту кость установлю у нас инверс кинематик вот она а на эту косточку ничего не установлено нужно теперь вот эту кость вот эту кость add bone поставить copy location и добавить инверс кинематик еще добавляем косточку copy трансформация теперь вот этой copy location ставим шестую так у меня вот это шестая по моему да это шестая кость вот ей ставим в настройках кости здесь арматура шестая кость а шестой косточки на вот эту трансформацию ставим арматура и ставим 26 косточка находим 26 кость вы видите как все тут перекрутилось гадко да вот именно в принципе когда руку крутишь вот такая штука и получается но не беда теперь заходим вниз и находим за место word space ставим local space и ставим local space внизу находится влияние настройка влияния кости вот эта сила вот ее можно уменьшать прибавлять также и к этой косточке вот эту вот штуку перекручивать если сильно крутится чуть-чуть ее успокоить смотрим теперь вы видите видно вам нет если мы крутим то вот эта кость ик вот это инверс кинематик она крутится вот за этой косточкой следит за 26 а вот это бон локация она повторяет слегка движение вот этой косточки так смотрим R перекручиваем и как бы мы не крутили она будет за кистью крутится надеюсь вам видно ну и смотрим вы видите что вот эта часть не перекручена она так и осталась нормальная вот в таком духе это все дело здесь поправляется вы видите что ничего не поломалось так что еще ну давайте попробуем настроить влияние кости так вот этой косточке можно вот ик уменьшить влияние вы видите что идет ломка если мы уменьшаем влияние здесь то она будет потише все это дело крутится и вот этой тоже влияние чуть-чуть уменьшим смотрим как все это дело происходит вот уже мягче уже более-менее нормально вот такая штука вот кисть остается вот здесь вот вы видите что в принципе не так сильно ломается если опускаем вот так ну и опять же по пальцам делайте пальцы потолще и чуть-чуть подлиннее чтобы вот рука сейчас покажу вот так и движениях вот когда он держит вы видите что она ну в смысле неплохая не тонкие пальцы не маленькие и так вот гармонично как-то прикольно выглядит вот такой вот риг то он будет себя вести на растяжение здесь вот разные настройки это я в следующих роликах уже буду показывать вот по таким вот переплетом перекручиванием допустим растягивание вот выбираете G вот можно его вот так вот вытягивать вы видите что он как резина тянется можно его вот рука мягче становится но это не для человеков конечно сильно а вот для каких-нибудь мутантов зомби вот такие вот риги прям нормально она будет смотреться вот такие вот есть мягкий риг вот такой рассмотрим как-нибудь я покажу еще будет ролик вот по таким ригам где 3 косточки и более здесь вот можно на ногах установить допустим по одной кости на голени по одной а здесь вот добавить вот на руки побольше вот по таким по такому ригу будет еще вот дальнейшем ролик рассмотрим и этот вариант ну надеюсь я как-то ответил на ваши вопросы все всем пока до свидания пишите под видео что не так что вам еще интересно интересно